Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Карен Григорян, вы на канале Наша Среда. Сегодня мы связались с Михаилом Бущаном, одним из членов Комитета Движения по спасению Родины для того, чтобы он прокомментировал последние события в Армении. Добрый день, Михаил! Добрый день, Карен Джан! Спасибо, что, несмотря на занятость, согласились побеседовать с нами. Вам спасибо за приглашение. Михаил, скажите, вот после заявления Оника Гаспаряна о том, что он будет служить Родине в другом качестве, скажем так, оппозиция, может быть, на время, дай Бог, лишилась одного из главных своих козырей на время, потому что там сейчас через суд пытается восстановиться в должности. Вот в связи с этим, что сейчас происходит в оппозиционном лагере, в комитете, какие мысли? Сегодня, например, я вам так скажу, заявление Оника Гаспаряна достаточно сильно подорвало надежду и веру среди большинства людей, которые приходили на акции протеста, которые ждали каких-то действий от армии, хотя изначально и движение за спасение Отечества, и в принципе мы сами говорили, что не стоит героизировать этого человека, не стоит ждать от него каких-то действий, как говорится, не сотворите себе кумира. К большому сожалению, наши предположения сбылись, то есть Оник Гаспарян не пошел до конца, он согласился фактически, да, де-факто согласился с тем, что он больше не является начальником генштаба. И с тех пор, с того момента, как он сделал это заявление, конечно же, разочарование, отчаяние заполнили, хоть и не всех, но большое количество людей, которые собирались на акции протеста. И сейчас даже большой вопрос, стоило ли делать такое заявление, если за ним не последует каких-либо действий, потому что люди верили, люди надеялись, люди ждали, но, к сожалению, произошло такое вот разочарование. И это несмотря на то, что и лидер движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян призвал армию к восстанию, а также, буквально несколько дней назад, Роберт Кучаян давал большую пресс-конференцию для представителей российских средств массовой информации, где он фактически открыто призвал генштаб к активным действиям, ну, не называя, конечно, это военным переворотом, но де-факто это можно было так считать. И более того, он призвал международных наших партнеров, в том числе Россию, принять этот факт, что военные меняют власть в разных странах. И привел в пример Египет, в пример Южную Корею, где Пак Чонхи организовал военные перевороты, после чего Корея стала развивающейся и мощной страной. Но, к большому сожалению, эти месседжи армии и генштабам не были услышаны. Какие у них там мысли были и почему они так поступили, мы не знаем. Но, в любом случае, мы поддерживаем нашу армию, мы за наших военных. И мы знаем и уверены, что большинство наших военных никогда не будут поддерживать и беспрепростовно подчиняться предателям. Скажите, а вот что означает заявление военных после заявления начальника главного штаба о том, что они не изменили свою позицию, они требуют отставки Пашиняна, и тем не менее визит Пашиняна состоялся в главный штаб, где он там провел какую-то встречу. Вот как это все понимать, как расценивать, потому что на расстоянии это видится вот совсем некрасиво, так скажем. А вы там, находясь, более подробно можете описать ситуацию. Ну, в том-то и дело, что, находясь здесь, мы не находились в генштабе и не знали, какие у них там разговоры были за камерами, то есть вне, так сказать, телевизионной части. Но мы знаем прекрасно, что Пашинян хотел устроить очередное шоу. Шоу под названием «Смотрите, генералы мне подчиняются». Конечно, это выглядело жалко, это выглядело очень унизительно, в том числе и для наших генералов. И, насколько я знаю, те генералы, которые не согласились на камеру вести себя так, как хотел этого Пашинян, не присутствовали на этой встрече, тот же Григорий Хачатуров. Более того, он повторил свое заявление, он написал о том, что продолжает требовать отставки Пашиняна. И, в принципе, большинство генералов, подписавшихся за это заявление, они не поменяли свое мнение. Другое дело, что они также и не призывают к каким-то активным действиям. Но факт остается фактом, что Пашинян сотворил очередное шоу. Его зомби-фанаты увидели, что это, видите ли, акт подчинения со стороны генералитета. И то, что происходило, конечно, в тот день, это вот было похоже что-то, я не знаю, были в Туркменистане или не были. Мы видели, наверное, что у них там творится, когда перед тем, как заходит в кабинет бурбангулы Берды Мухаммедов, их президент, военные встают, планяются, потом приходят друг к другу, не знаю, приходят, целуют ему руку, так сказать, показывают ему свою верность. Вот Пашинян захотел примерно вот такое же шоу строить и, в принципе, устроил. «People's Havel», как говорили. Михаил, хорошо, я вот про оппозицию хочу спросить. Долгое время в том числе комитет движения по спасению Родины говорил о том, что необходимо действовать в конституционных рамках. Буквально накануне я слушал несколько заявлений, в том числе одной из них вот Ишхан Сагатылян, который заявил о том, что народ должен быть готов к восстанию. Все. Я вижу такую радикализацию заявлений, по крайней мере. Скажите, вот с чем вы это связываете и будут ли последующие какие-то шаги, связанные вот с этой радикализацией заявлений, пойдет ли радикализация действий, так скажем? Знаете, я где-то, наверное, еще три месяца назад говорил о том, что в интересах самого же Пашиняна то, чтобы движение за спасение Отечества одержало победу. Потому что если он победит, так сказать, даже движение, если он сумеет каким-то чудом сейчас сохранить власть, это непременно приведет к радикализации общества. В такой ситуации, если даже какие-то радикально настроенные элементы в данный момент тормозят под предлогом того, что надеются, что оппозиция что-то предпримет, и Пашинян будет свергнуть, потом тормозить их будет некому. И если сейчас Пашинян прекрасно знает, в какой день и когда будет акция против него, дальше он это знать не будет. И в той же предвыборной кампании своей, что у него будет, что может произойти, он тоже знать не будет. Но остается фактом, что да, к сожалению, сейчас радикализация общества и радикализация внутри самой оппозиции, она растет. Хорошо это или плохо, мы не знаем в данный момент, но с каждым днем все меньше возможностей конституционным путем убрать профессионального предателя. Я в прошлом, во прошлой беседе с вами, по-моему, я говорил про пути, которым можно его убрать, это либо импичмент, либо его добровольная отставка, либо такие полуконституционные пути, как, например, генеральный прокурор выписывает санкции на арест за государственную измену, либо военный переворот. То есть если из этих четырех способов ни один из них не проходит в данный момент, безусловно, стоит ждать радикализации общества и восстания, потому что люди есть. Если, допустим, сегодня на митинг вышло 200 человек, это не значит, что против Пашиняна сегодня 200 человек. Это значит просто сегодня вышло столько, но есть полно людей, которые против и собираются выходить вне оппозиции или же с оппозицией, это уже вопрос отдельный. Скажите, слушая вот заявления лидеров партий оппозиционных, которые входят в комитет, у меня возникает справедливый, как мне кажется, вопрос. Можем ли мы говорить о единой оппозиции на данный момент? На данный момент я вам так скажу. Единая оппозиция вполне себе, так сказать, возможно, за исключением некоторых партий. Я просто не буду прямо называть их имена, но есть, конечно, такие разногласия. Даже разногласия не по вопросу отставки Пашиняна, а по вопросу назначения внеочередных выборов после отставки или же формирования временного правительства. То есть, например, Вазген Манукяна и Шхан Савет Эльян, они вчера давали пресс-конференцию в палатке на проспекте Баграмяна и четко сказали, какая у них позиция. То есть сначала должен Пашинян уйти, потом должно быть сформировано временное правительство, восстановлены государственные институты и только в течение года должны быть проведены внеочередные выборы. Потому что общество наше выбором в данный момент не готово. И все мы видели в 2018 году, что происходит, когда выборы проводятся во время такой всенародной эйфории. То же самое будет сейчас. Просто вместо эйфории всенародная апатия будет. Поэтому выборы ни в коем случае нельзя проводить. Но в то же время Гадик Цурукян во время своей пресс-конференции сказал, что после отставки Пашиняна он согласен пойти на выборы. Но ведь это ключевой вопрос. Получается, даже после отставки какие-то административные рычаги Никол Пашинян сохранит за собой и может повлиять на итоги выборов? Естественно. Гадик Цурукян и его однопартийцы считают, что даже в этом случае у Пашиняна нет шансов победить на выборах. Но если смотреть истории постсоветских стран и как проходят выборы в постсоветских странах, у него шансы огромные сфальсифицировать выборы и иметь административный ресурс. Именно поэтому все остальные партии, которые состоят в движении за спасение Отечества, а также беспартийные деятели, все-таки склоняются к мнению, что должен Пашинян уйти, должно уйти его правительство, должно быть сформировано временное правительство для того, чтобы представители правящего режима Пашиняна не могли использовать административный ресурс, не могли применять силовиков, потому что мы все знаем, чем это может закончиться. И даже если появится какой-нибудь кандидат, который будет представлять большую угрозу, а он несомненно появится, они попробуют сделать все, чтобы путем применения административного ресурса, путем применения силовиков запугать этих кандидатов, попробовать их посадить. То есть ни для кого не секрет, что сейчас следующий кандидат, самый вероятный, который может победить на выборах, это Роберт Кочарян. То есть в случае, например, если Пашинян эти выборы не проводит, и не имеет административный ресурс, и не имеет возможности их фальсифицировать, я более чем уверен, что на этих выборах, на честных выборах победит Роберт Кочарян. Возможно, конечно, он не наберет 80%, может это будет 40-45-50, но для создания парламентского большинства этого вполне достаточно. В данный момент самый высокий рейтинг у него. Но что будет, если Пашинян возьмет и применит административный ресурс тут же? Он будет просто фальсифицировать, он будет голосовать, он будет подтасовывать результаты, а если увидит, что, не дай бог, допустим, он это не может делать, он просто возьмет и посадит Роберта Кочаряна, тем более ему не привыкать просто так сажать людей. Михаил, пожалуй, последний вопрос на сегодня. Скажите, вот если вдруг, не дай бог, произойдет вот этот раскол оппозиции по этому ключевому вопросу, насколько существенно вот та часть оппозиции парламентской, которая фактически готова идти на компромисс в вопросе вот внеочередных выборов, сможет ли комитет по спасению Родины без этой частички как бы прийти к своей цели, к отставке Пашиняна и формированию Временного правительства? Сможет, однозначно сможет, потому что помимо партии «Процветающая Армения» есть еще много достаточно влиятельных партий, есть еще много достаточно влиятельных политических сил. В конце концов, военные, хоть и не стали применять активных шагов, но это не значит, что они все за Пашиняна. И люди должны просто понимать, и тогда, мне кажется, может это привести к каким-то действиям, которые не позволят Пашиняну тогда подать в отставку, чтобы он подал в отставку два раза, не был избран премьер. Скорее всего, пойдут уже другие действия. Возможно, тот же импичмент, принуждение, потому что в случае, если принуждают премьер импичменту, уже кандидат от оппозиции обязан быть выставлен. То есть уже, в конце концов, как минимум Гагик Царукян должен выставить кандидата, если через импичмент его убирают. Поэтому не все потеряно. И, опять же, парламентская оппозиция свое последнее слово не сказала. То есть не Барангова с Пашиняном они еще не подписали. Вот я и хотел спросить. Еще разногласия не столь существенные. В принципе, можно будет, я думаю, договориться внутри комитета, да? Разумеется. Разногласия они были всегда, есть и будут. Но я доверяю вас Гену Манукьяну. Я знаю, что это человек, который в свое время, в 1996 году, тоже такую разношерстную оппозицию сумел объединить. И я думаю, что ему под силом сохранить вот эту стабильность внутри оппозиции. Ну и, разумеется, конечно, от нас, независимых, так сказать, патриотов, не поддерживающих этот режим, тоже очень многое зависит. Не обязательно быть партийным. То есть я человек беспартийный абсолютно. То есть я человек просто идейный. И таких людей, как я, таких людей будет, если как можно больше, ни одна партия, будь то парламентская или не парламентская, не сможет повлиять на ход событий. Спасибо большое, Михаил. Самое главное, чтобы результат был намного лучше, чем в 1996 году. Спасибо. И вам спасибо, мы тоже на это успехи. С вами была наша среда. Пишу .